Борьба в проекте «Умник. Искусственный интеллект» развернулась серьезно. На конкурс молодых ученых поступило более двух сотен заявок со всей России от школьников и студентов университетов. От разработки системы защиты учетных записей пользователей до программ для машинного обучения. В финал конкурса прошли только 49 заявок. Сначала была устроена такая экспертная труба, где каждый участник конкурса мог пообщаться с экспертами, которые представляли и научную экспертизу, и технологическую, и коммерческую. Они помогли доработать презентацию наших заявителей. Задача – на выходе получить конкурентоспособный стартап с четкой и востребованной нишей на рынке, и привлекательной, и понятной для инвесторов. И вот в технопарке «Марион Диджитал» награждение лучших из лучших. Победителями конкурса стали 11 проектов. Их авторы получили возможность заключить договор на научно-исследовательскую работу и на выходе получить готовый стартап. Пока молодые ученые будут разрабатывать продукт, им будут помогать наставники-эксперты. Жюри конкурса отмечает, что финалистов должно было быть 10, но в последний момент решение поменяли. Нам очень понравились проекты. Мы никак не могли отобрать того неудачника, кто не попадет в эту десятку, и поняли, что не можем это сделать. У ребят отличный настрой на успех, на реализацию своего проекта. У них отличные компетенции и, самое главное, классные проекты. Молодой ученый-аспирант Алексей Синюков из Липецка стал одним из победителей конкурса. По словам Алексея, это его первая попытка участия в подобном акселераторе. И на радость удачная. Суть проекта в том, чтобы у нас крутится электродвигатель, в том, чтобы он крутился и при этом тратил меньше энергии из розетки. Аспирант надеется, что уже готовый продукт можно будет использовать на производстве. Тем более, что удачные примеры здесь, перед глазами, на площадке технопарка «Марион Диджитал». Один из самых успешных выпускников программы «Умник» как раз таки базируется здесь, в вашем технопарке. Это компания «Промобот». Ребята, которые начинали с участия в программе «Умник», в дальнейшем они работали с фондом по другим программам. Сегодня они бесспорные лидеры в своем направлении. На реализацию проекта молодые ученые получат грант 500 тысяч рублей от фонда содействия инвестициям и 200 тысяч от акционерного общества «Эртелеком Холдинг». Егор Тверетинов, Александр Куляпин, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».